Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня я учусь в своей книге «Драгоценные истины». И наступило 2 ноября. Если вы не смотрели вчерашнюю передачу, обязательно загляните в архив и посмотрите, потому что вчера мы начали разговор о том, что значит быть лидером в церкви. Кто такой лидер? Сегодня мы будем рассматривать первое требование, предъявляемое к лидеру. Большинство людей читают этот стих и даже не замечают это требование. Они пропускают этот стих и сразу переходят ко второму стиху. Но в первом стихе Павел говорит о первом требовании, предъявляемом к человеку, желающему быть лидером. Он говорит в первом послании к Тимофею, 3 главе, первом стихе. Он говорит «Верно слово, если кто епископство желает, желает, доброго дела желает». Мы уже говорили, что на греческом этот стих звучит несколько иначе. Слово «епископ» значит «администратор», «управляющий», «руководитель», то есть любой, отвечающий за людей или проекты. Если вы желаете быть лидером, если вы желаете занимать руководящую должность, или быть администратором, или отвечать за людей или проекты, то в этом стихе вы видите самое первое требование. Павел пишет «Если кто желает, желание и есть самое первое требование». Слово «желание» по-гречески «orego», что означает… Я зачитаю прямо из «драгоценных истин». Это слово означает «простираться вперед», «стремиться вперед» и описывать сильное, страстное, горячее желание, побуждение, стремление добиться чего-то, стать кем-то. Это слово относится к человеку настолько целеустремленному, что он не успокоится, пока не добьется желаемого. Мы с Денисом давно поняли, что если выбрать человека без желания, то это все равно, что стараться воскресить мертвого. Если вы работали с людьми, то вы поймете, почему Павел поставил желание на первое место в списке требований. Если у человека нет желания, то он никогда не будет трудиться от души. Он будет посредственным. Он будет делать лишь минимум. Но когда у человека есть желание, это желание подталкивает его вперед. Он движется вперед, потому что желает достичь максимума и исполнить Божье предназначение. Желание очень важно. Другая причина, по которой желание так важно, это то, что в жизни лидера бывает много разочарований. И если желание лидера недостаточно сильное, он не сможет быть настоящим лидером. Желание должно быть сильнее препятствий. Павел это знал. И поэтому в его списке требований, предъявляемых к лидерам, стоит «желает быть лидером». Если вы этого не хотите, то не берите это на себя. Если вы хотите быть лидером, тогда вы должны молиться, чтобы ваше желание быть лидером было очень сильным. Без такого сильного желания вы не станете таким, каким желает вас видеть Бог, и не сможете противостать всем нападкам дьявола. Поэтому сегодня молитесь Богу, чтобы Он вложил в вас сильное желание, если вы действительно хотите быть лидером в Божьем доме. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»